Привет всем, с вами Кик и это видео будет про историю Ripple и R3, что их связывает, с чего все начиналось и почему. Я не так рад, как все остальные, когда последняя новость вышла, что R3 на Corder Network будет использовать XRP, токен XRP для переводов. Это видео также будет интересно для начинающих инвесторов, поскольку такой подход к вашим инвестициям упережет вас от ловушки под названием хайп. Когда все вокруг будут радоваться, а вы будете знать истинные причины, что даст вам не только уверенности в своих действиях, но и приугадывать возможные развития событий. Итак, R3, как не знаем, это огромная компания, которая занимается переводом, скажем так, между самыми гигантскими компаниями, такие как Google, Nestle, Coca-Cola, Microsoft, ну их 300. На данный момент клиентура R3 составляет 300 огромнейших компаний. И вот получить сразу же такой пакет для Ripple для использования своего токена XRP было бы идеальным решением для продвижения токена XRP. Так вот, в 2017 Ripple подписал контракт с R3. Что? В контракте в двух словах было сказано следующее, что R3 получает возможность покупки токена XRP за 0,0018 долларов на сумму 12 миллиардов до окончания 2019 года, до сентября этого года. А Ripple получает взамен помощь от R3 в плане партнерских соглашений с этими 300 компаниями. То есть R3 будет делать все, чтобы эти компании подписали контракт на использование, на согласие использования токена XRP для их переводов. Так вот, вроде бы все хорошо до сентября, когда Ripple, CEO Ripple, Brad Garlinghouse, отправляет письмо в R3, цель которого – отмена договора. R3 сразу же дает иск против Ripple, что Ripple нарушает договор и пункты контракта. Но Ripple тоже не остается в стороне и дает обратный иск против R3, что R3 не выполняет свои обязанности. Объясняет это тем, что R3 не помогла Ripple подписать контракт ни с одним из их клиентур, этих компаний. Этот иск начинается с Денвера и потом отправляется в суд в Калифорнию, и все заканчивается в Нью-Йорке, в генеральном суде. Но в Нью-Йорке не доходит до того, чтобы суд вынес приговор. R3 и Ripple за дверями договариваются о решении проблемы. Что интересно, как они договорились, это не дошло широкой аудитории. И осталось секретом. И вот со временем, что начинает происходить? Ripple начинает ставить акцент на приобретение клиентов SWIFT. Да, немало. 11 тысяч панков. И про R3 и их клиентов люди начинают забывать, потому что об этом не выходят ни новости. И Ripple начинает изредка говорить про R3. Вместо этого все свое внимание сфокусирует на приобретении клиентов SWIFT. Интересно то, что Брэд Гарлингхаус во время этой судебной процедуры, они не один раз вставляли акцент на то, что R3 теперь знают всю технологию, как работает Ripple и их система переводов Interledger. Они боялись того, что R3 может создать свою собственную версию этой системы. И в таком случае, в таком развитии ситуации, по сути, Ripple и XRP им не будут нужны. Но тут также важно знать, что Ripple имеет несколько патентов касательно Interledger. То есть полностью R3 не может использовать, если даже захочет создать свой network полностью, не сможет использовать все технологии Ripple. Об этом конфликте уже давно все забыли. Но несколько дней назад выходит новость, что R3 запустила свою уже real-time, its live, запустила Core Network, которая уже работает. Все в радости. Все, о кого я знаю, что инвестировал в XRP, они все в радости. Да. Ну вот, что говорится в официальном документе. Тут говорится, что Core Network будет использовать XRP для переводов в сети Core Network. Но как первая криптовалюта или цифровая валюта, скажем так. Но тут не говорится, что это первая и последняя. Тут не говорится, что это эксклюзивность. Есть в этом эксклюзивность в партнерстве с Ripple. Итак, что выходит у нас? Что R3 все-таки создала свой собственный Interledger. Core Network. А будет использовать XRP токен, потому что у них все-таки какой-то контракт с Ripple. И какие-то конкретные пункты они все-таки должны выполнить. Почему я сказал, что это видео будет полезно для начинающих инвесторов? Потому что, зная, что из чего исходит, вы понимаете все варианты развития событий. И вы не будете реагировать на новость, такую новость, как R3 начала использовать XRP в real-time, то есть в live, в Core Network. Вы на эту новость не будете реагировать как стопроцентные СМИ. Все. Все без исключения. Это просто сенсация. Это не сенсация. Почему я не радовался, когда эта новость вышла? Потому что масштаб этой новости сопоставим с тем, что, скажем, JP Morgan или Gordon Goldman Sachs начали использовать XRP для перевода. Вот масштаб этой новости сопоставим с этим. Но вот когда говорится, что они не будут использовать Interledger, Ripple, они будут использовать свой Core Network, то плюс это не эксклюзивный контракт, они будут еще и в будущем добавлять другие криптовалюты. Становится понятно, почему сразу же после этого судебного соглашения Ripple сконцентрировала все свои силы на клиентах, клиентах SIFT. Я буду радоваться той новости, когда банки, большие банки присоединиться к Ripple. Да, в любом случае для Ripple продвижение своего XRP токена с помощью ARTI состоялось. Но в долгосрочном плане это будет нужно Ripple или нет, это уже, я думаю, под вопросом. Кстати, если вы заметили эту новость касательно, что R3 будет использовать XRP в Core Network и сразу же эти 300 компаний есть в сети, никак не повлияло на цену. Что и было ожидаемо, зная все это. Так что знать историю развития партнерских отношений той или иной компании, в проекты, в которую вы инвестировали, самое важное помнить все этапы развития этих отношений, чтобы не попасться, как я уже сказал, в ловушку хайпа, когда все радуются, а вы относитесь к этому нейтрально и не делайте ошибочных, ну скажем, к примеру, покупок. Вот и все на этом. Спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok